Приветствую вас, собственно говоря, ответ моего коллеги Кудрячёва Игоря Леонидовича, на мой взгляд, является самым таким оптимальным, вот, потому что действительно вы в этой позиции являетесь жертвой, и вам из неё, из позиции нужно выходить в кафт, да? Вот, поэтому в первую очередь это принятие личной ответственности за те действия, за те поступки, которые по итогу привели к тому, вот, собственно, к чему они привели, да? То есть, к тому, что мужчина вас начал душить. Я думаю, что не очень актуально было бы в контексте, в данном, говорить о приемлемости, либо неприемлемости такого человеческого поведения, такого мужского поведения в вашем отношении, в вашем, ну, вот, по отношению к себе. Потому что вы позволили мужчине так себя с собой вести, вы выбрали, вы выбрали такого мужчину, который так себя, собственно, с вами ведёт, и вряд ли ситуация в целом может быть в его случае другой, вот именно в его случае. Поэтому я думаю, что вам желательно спросить себя, как вы довели до этого. То есть, вы говорите, что я его вывела, не улыбалась, не благодарила, я сама виновата, нет. Вы ответственны, Екатерина, Екатерина, за какие-то свои действия. Вы ответственны за них. Это безусловно. Но вы не виноваты. По крайней мере, сама постановка вопросом, в каком ключе, что я виноват в том, что мужчина вот так себя, ну, так себя повёл, да, она является некорректной. Потому что мужчина, он тоже, в общем и целом, ответственен за свои действия. Мужчина тоже, в общем и целом, ответственен за свои поступки. И я думаю, что если между вами нет доверительных отношений, то эту проблему никак не урегулировать. в том смысле, что есть проблему, есть проблема, что это повторится. С другой стороны, хочется как-то вот верить, что это какой-то такой из ряда вон выходящий случай, когда, когда, действительно, случилось что-то очень, очень, такое вот травмирующее вашего молодого человека. Ну, а если нет, то, скорее всего, посмотреть. И вот то, что вы сейчас не можете, как бы определиться с тем, что вам делать, а значит, не можете определиться со своими чувствами, говорит о том, что вы в какой-то степени являетесь жертвой. в этом мире. И очень важно вам определиться со своими, ну, как бы, препятствиями, препятствиями, со своими желаниями. Вот. Это очень важный момент, и в этом вам может помочь психолог. А так, ваше отношение напоминает старомазохистические, к сожалению, которые вы являетесь мазохистами, а мужчины являются садистами. Потому что, если у человека изначально нет склонности к таким действиям, ну, я сильно сомневаюсь, что кто-то может себе это позволить. Вот. Ну, я сильно сомневаюсь, что человек не имеющий склонность к такого рода действиям. Я сильно сомневаюсь, что такой человек может так сделать. Вот. Поэтому, история здесь такая. Что делать вам? Ищите сами. Во многом это зависит от того, как человек себя сейчас ведёт. Во многом это зависит от того, как человек сейчас настроен по отношению к вам. То есть, если он настроен по отношению к вам извинительно, да, если он понимает, что он сделал очень важную вещь и так далее. То это всё нужно обговаривать. Нужно обратиться обязательно к семейному психологу на групповую консультацию к вам обоим. Вот. Пообсуждать это, поисследовать, пообщаться, посмотреть. Вот. И там уже решать. Решать, как и что делать. Вот. Если он не продвигает извинительную позицию по отношению к вам, то вот в таком случае я, к сожалению, могу сказать, что ситуация достаточно печальная. Ситуация достаточно серьёзная. Вот. И есть большой риск того, что это повторится. И большая вероятность того, что это повторится у нас. И от этого вы не приходите. Ну и потом вы же его для чего-то выводили. Младого человека. Что его. Вы же его зачем-то вывели. Вы же его почему-то вывели, да? Да. Это же не просто так. Вот. 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 Взяли и... Да. И... Так поступили. Вот. Вот. Поэтому это есть причины. И с этими причинами нужно, нужно работать. На мой взгляд. С этими причинами нужно работать. Поэтому... Такая вот история. Трюголик Карпмана я бы вам порекомендовал изучить в качестве первичной информации о том, что с вами сейчас происходит. Дальше же он будет более-менее ясным, какую сторону вам двигаться. Что делать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Дальше. И надеюсь, что он справка решится. Я с вамиeten. Пока.